И снова здравствуйте зрители, я вот переоделась, чтоб потом сразу магазин пилить. Не, я не буду вставать, показывать штаны, если кому хотите, я потом отдельный ролик запишу, померяю одно, продефилирую, померяю другое. Короче говоря, я потом зашла в атаку, потому что мне названивал родственник, которому что-то там было надо. И вот ему что-то надо было мне, на самом деле мне надо было зажигалку для газовой плиты, но я что-то походила, и в итоге мне всех названивали не то, чтобы все, кому не лень, но определённые люди. И в итоге я тупо забыла, вспомнила уже на кассе, но поняла, что я уже не осилию ещё куда-то тут чего-то, и думаю, хрен с ним, может тут в местном магазине будет зажигалка. Потому что моя вчера помёрла. Вообще у меня вчера был день какой-то очень фееричный, на помирание, оживание и воскресание определённого вида техники и вещей. А ещё чуть меньше суток, за 18 часов я два раза пообщалась с полтора землекопа, один из них был мужского пола, ну второй тоже был мужского пола, но молчал, а один агрессивно-агрессивный. И я пришла к выводу, вот аниме, которое я смотрю в последнее время, «Стальная тревога», и приятель мой, которому, оказывается, тоже нравится это аниме, нам нравится одна и та же героиня, Канами Кана. Ну вообще, Канаме, я не помню её фамилию, я её называю Кана, как её называют её подружка, Кёка, кажется, у неё подружка. Кёка такая тоже в очках, только очки у неё круглая оправа. И вот Кёка называют Кану Каной. И как говорила Кана относительно какого-то агрессивного мужика, который там на неё наехал и на её приятеля. Витаминов ему, что ли, не хватает, или микроэлементов, я подозреваю, что у этого товарища, который до меня наехал, вообще без причин. Вот прикиньте, у вас проблема, есть оплуживающая компания, которая обязана решать проблемы, если они вдруг возникают. При этом вы каждый месяц некие отчисления платите, ну вот у меня 600 с чем-то, ну где-то 700 с лишним рублей, 750, тут среднее арифметическое в месяц, я плачу за то, чтобы приехал однажды человек и исправил ситуацию. А если он не приедет, ну значит, я не знаю, куда эти деньги тут вообще, что они тут благоустраивают, эти товарищи. Ну в общем, приезжают, допустим, у меня ещё пенёк, привет, пенёк, сказала записать ролик. Я сначала на стене, на ютубе поплевалась, потому что фоном я делала перевод, который из-за этой проблемы не смогла сдать вчера, ибо в итоге я легла рано, чтобы встать ещё рано раньше, чтобы сделать одну вещь, и чтобы потом ещё раз попросить людей. Вы знаете, сначала вы названиваете в службу, вас очень вижу, его слушают один человек, но там всё-таки работают два человека на этих звонках. И вот второй человек, я на неё стабильно попадала на механке, когда ещё жила, такая хамливая баба. Мне сегодня Эверина в каментах написала на стене, что вот, ну, видимо, типаж такой есть у мужчин и женщин. А, опять эти клиенты не дают посмотреть телек, поплевать со семечками в потолок и пропердеть штаны. Ну, как-то так вот, придётся ехать на вызов. Вот примерно то же самое, только тут ещё и как диспетчер. В общем, приезжает, допустим, существо, с порога начинает мне хамить. Причём он как бы мнит себя специалистом, а я как бы тупо в клиенты, я вот не пойму. Второй раз в жизни мне вообще за год. С прошлой весны, по теперешнюю весну, 14 апреля, вот как я тут год. Год, как я сюда вселилась, хотя официально мы оформили квартиру намного позже, благодаря... Спасибо, Украинская администрация, что проср... Ладно. Спасибо, Украинская администрация, которая у нас покупала прошлую нашу квартиру, была в роли покупателя. Ну и сначала у меня был сказочный, феерический мужик по стиралкам, который хамил не только мне. Видимо, у него какие-то проблемы с женским полом, хотя потом я узнала, что он женатый с детьми. И самое интересное, когда потом как-то на Верике, прошлым летом ехала в магазин, нужно было что-то подкупить, последнюю запчать для ремонта, последнего, в этой квартире, и напоролась на него, он на меня так посмотрел, вот знаете, человек, наверное, впервые в жизни увидел девушку на Верике. Особенно ту девушку, которую он гонобил и всячески пытался унизить. Я помню, он мне тогда ставил стиралку и орал на меня, ничего делать не буду, да я сейчас... Я говорю, хорошо, я говорю, сейчас позвоню знакомым, вызову какого-нибудь другого мастера. Нет, вы ничего типа не вызовете, я сейчас заберу у вас стиралку, я говорю, сначала деньги вернете. И типа я уйду, и вы будете без денег и без стиралки. Ну, бывают такие выродки. Или угрюдки, я не знаю, как правильно таких называть. А то, значит, что-то подобное наезжает на меня. Сегодня пришел с порога, мне сказал, знаете, я вот уснула где-то около 11, проснулась в 3,5. Ну, 4,5 часа я где-то так спала. 3, пол четвертого я проснулась, лежала-лежала, потом на кукпеде какой-то очередной поварской марафон грядет, что-то там черновики забивала эти рецепты. И понимаю, что мне пол восьмого вставать, у меня будильник должен на телефоне прозвонить. А уже где-то вот 6 с чем-то, у меня сна вообще никакого. И тут я начинаю вырубаться где-то за полчаса, как должен прозвонить будильник. Я как бы не спала, потому что у меня бессонница, у меня так часто бывает. Если бы мне никуда не пришлось идти, там, этажом вышли, еще что-то такое, я бы часа до 12 спокойно бы себе спала. Так вот, первое, что я услышала, обычно люди, приходя на вызов, ну, вообще люди адекватные, вежливые люди, да даже не совсем вежливые, просто адекватные люди, заходя в квартиру другого человека, говорят, здравствуйте. Ну, или отвечают в ответ на здравствуйте, ну, привет, ну, как-то так вот, ну. А мне было сказано, да ты без меня и спать-то не можешь. Я думаю, ешкин кот, дядя, может, я выгляжу на 20 лет еще, типа, ты девочка, но я как бы не мальчик. Ну, в общем, я выслушала сегодня суперфеерического дерьма от одного и того же человека за 18 часов. И была уставшая, вчера еще меня два раза ловила в сон, но у меня стиралка интюли выдавала, и как бы потом еще проблема была. Не знаю, решилась эта проблема, или просто услышали люди, что где-то там, возможно, надо мной засор, и этот засор сами прочистили, и она сама решилась. Ну, человек сначала выдает мне, что меня затопило в ванной, а потом говорит, что я такого не говорил. И вот благодаря этому сказочному дяде с бородой, я люблю людей с бородой, но, видимо, это так же, как возраст, ну, в смысле, мозги от возраста не зависят, либо есть мозги, либо нет мозгов. Тут так же, либо есть мозги, либо нет мозгов, даже если борода присутствует. Вот, в общем, это дядя с бородой. Просто феерический дядя с бородой. Я такая, а когда на меня орут, я тупею, я теряюсь, я не знаю, что делать, и я в прострацию впадаю. А когда особенно на меня орут, еще и без причины, ну, в смысле, когда просто орут, а тут просто с порога начинают орать, орать, еще когда мне хамят, я вообще в ступор впадаю. Я думала сделать какой-нибудь опрос на канале, наверное, уже делала такое, типа, как реагировать на хамство, как вы реагируете на хамство. Если не делала, то люди, вот, вы попадали в такую ситуацию, что у вас какая-нибудь обслуживающая компания должна приехать, выполнять некие работы по вашему вызову. И я помню, даже за деньги приезжали. Ну, как бы я платила, мне хамили, хотя получали за это монетку, не только ту, которая в квитанциях пишется. И как надо такое реагировать? Потому что я, единственное, я потом спросила его, ну, у меня иногда бывают какие-нибудь бабки в магазине в каком-нибудь попадаются, которые начинают хамить с порога, вообще так офигеваешь, и при этом они прикидываются глухими. Я очень тихо шепотом обычно офигевая говорю, зачем хамить-то. И мне тут же начинают уверять, что на самом деле это недавно, вот было буквально неделю назад, нет, я не хамлю, это у меня такой голос, я говорю, ну-ну. Особенно, если ещё вас при этом толкнут, ну, видимо, голос толкать умеют. И я его чисто спросила, говорю, вы ко всем клиентам так относитесь, хамите с порога, оскорблять начинаете, орать на человека. Ну, дядечка с бородой мне ничего не ответил. Он просто продолжил орать. Я думаю, у него, наверное, простатит в последней стадии. Есть какая-нибудь последняя стадия у простатита? Калит какой-нибудь супер хронический запущенный. Возможно, даже поджелудочная. Скорее всего, проблемы с печенью. Что там ещё с лёгкими? Ну, у курильщиков и алкоголиков. Не то, чтобы он там, но я подозреваю, что он, наверное, принимает на грудь иногда. Потому что такие люди обычно таким и занимаются. И, скорее всего, наверное, рак мозга. Потому что думать ему он точно мешает. Не, я понимаю, что рак мозга как бы думать не мешает. Но, скорее всего, у него очень много всяких проблем. И витаминов с микроэлементами точно не хватает. Ну, короче, в итоге я вот из-за этого дядечки забыла совершенно, что мне набло. Зато купила и то, что мне давно Горбушкин рекламил. И в последнем стриме товарищ Костя, вообще, я звать Костю по-другому, но вспомнила сейчас только фейховое имя Костя. Рекламил. Ну, и то, что я много раз видела, но не знала, что это одно и то же про то, что мне говорят. А еще у меня тут родственники мне отрекламили вот такую вещь. Один врач одним моим родственникам сказал, что вот это дофига полезная штука. И что она полезна даже таким померанцам, как я. Тут у нас соль пищевая с пониженным содержанием натрия плюс калия и магния. В этой соли 30% хлорида натрия заменены на соли, калия и магния. Ну, и типа, и будет мне счастье. 49,90 такая пачка в Афшане стоит, тут 350 грамм. 12, точнее 24 месяца, ну, короче, 2 года срок годности, и сделана она у нас 24 сентября прошлого года. Я купила сразу две. Я солью как бы редко пользуюсь, я забываю посолить еду. У меня есть подруга, которая ко мне часто на обед приходит или на пианино занимается. Ну, чаще на обед сплюзли, чтобы на пианино еще позаниматься, или в отпуске, когда была, просто приходила на пианино, и если мы что-то едим или на обед она приходит, она чаще всего, я говорю, ой, я забыла посолить. Ай, ничего. Иногда, правда, говорит, ой, надо посолить. У меня пачка соли, вот ее, наверное, вот там килограмм этой соли, уже 2 года, как я ее купила, вот у меня она еще есть. Я купила себе премиум лапша рисовая, крупная, мидори. От мидори я что-то уже как-то покупала, правда, покупала, видела это в Дикси. Это рисовая мука, кукурузный крахмал и вода. Я купила еще рисовую муку, у меня есть кукурузный крахмал, и я вот думаю, может быть, своять себе эти макароны. Лапшу домашнюю все никак не свояю. По домашнему рецепту моей бабусь я как-нибудь сделаю, но вот сделаю еще как вот тут. Вот, надо как-нибудь взять сейчас за жабры, учитывая, сколько я оставила денег, что у меня там... Я вообще сегодня растряшла все свои запасы практически. И прям эксперимент прожить неделю на 1000 рублей. Ну, на самом деле, у меня как бы еда есть, все, что более-менее надо есть, но вот касать на неделю остался. Макаронное изделие, лапша рисовая, крупная. Работы нема. Две моих техники по объявлению выставили на что-то, они хрена не желают продаваться вообще даже ни одного этого покупателя. Никаким местом не было. В общем, трендец полнейший. Конечно, эту тему посмакуют мои любимые хейтеры и товарищи насекомые. Ну, уж не без того. Иногда я какую-нибудь хрень специально говорю, чтобы товарищи насекомые и хейтеры посмаковали. Я у меня... Ну, есть такие идиоты, которые, ну, тупо раздражают своей идиотической, даже когда я в нормальном состоянии уставший. А есть такие, которые, ну, вот, радуют так вот. Правда, особо буйных, которые я доставала из разбана, приходится банить обратно, потому что они такие вот, ну, не понимают людей хорошего отношения. Была какая-то Киса Кошкина, которая вроде как местами промышляла адекватом, но последний раз я увидела, как она гадила в комменты совершенно двум разным адекватным подписчикам, которые... Я общалась даже в Инстаграм, но я просто увидела. Там человек насрал. Я охренела. Думаю, блин, вот нафига? Человек тебя даже не спрашивает и знает, наверное, про тебя не знает. А тут такие гадости в комменты написали. Я тут по венечкам так это поделитила и человека забанила. Думаю, оставлять такое-то бесполезняк. Конечно, может быть, это плохо, что я баню такое дерьмо, но, знаете, мне не нравится, когда другим нормальным людям какое-то такое левое дерьмо начинает усирать. Я думаю, нормальным людям тоже бы это не понравилось. В общем, интересный факт. Рисовую лапшу иногда ошибочно называют стеклянной. На самом деле это относится только к бобовой лапше. После приготовления бобовая лапша становится прозрачной рисовая белая. Вот я помню, что такой как-то немножко разные такие глюки. Тут 380 грамм. По-моему, она 99 или 96 рублей, по-моему, она стоила. Самое интересное, что рядом лежала вот эта фунчоза, рисовая бобовая лапша, на самом деле. Фунчоза лежала, обычная вот эта с инсой, там 200 грамм, и она стоила 111 рублей. Такую я ни разу не видела. Тут у нас 2, 3, 4, 5, 6. Тут, по-моему, 7 вот таких кружочков. У меня, правда, купленная одна. Я сейчас даже попробую ее достать. Ай, что-то долбомылась. А, у меня же там полка-то двухъярусная. Я не обозревала ее. Я даже не помню, где я ее покупала. Может быть, в пятерке. Хотела сегодня сварить ее, но в итоге, раз купила, то сварю гнездо той. Потому что хочу сделать, у меня там креветки купленные в магните, вчера покупала по скидке, полкило 170 что ли рублей, там они в этой шкурках. Хочу сварить, короче, креветок, очистить их, сварить фунчозы. Потом, ну, это у нас рисовая лапша получается. Короче, сварить рисовые лапши. И потереть огурчик. У меня как раз куплен огурчик до 27 апреля. Он может дожить в упаковке, либо без. Потереть огурчик, подавить чесночок, замасывать оливково-подсолнечным маслом. И вот мне счастье. Вот такая вот. Честно, я даже не помню, почем она. Тут у нас кунчоза, вермишель, бобовая, без глютена. Майюми. Самое интересное, что тут на романде написано. Майюми и на кане. Ну, кто на самом деле это счастье делает? Кстати, у них есть ВКонтакте, в Однокладниках, в Инстаграм, в Фейсбуке. Это самое Майюми. Кто, кстати, это делает-то Майюми? Импортер Шкуренко, а делает у нас это Китай. Ну, видимо, может, возможно, марка и японская, а может, это закос под японскую марку. Но делает это у нас Китай. В принципе, и ладно. Пусть делает. Так, дальше будем поднимать. В Атаке, в Ашане. Масло сейчас идёт вот это Слобода, по 69-90. Ну, или что-то такое. Короче, по 70 рублей, грубо говоря. Вот, и подальше сяду. Вот я поближе его пододвину. Просто подсолнечное масло. Тут у нас литр. Мне моя ближняя родственница сказала, что она покупает либо Альтеру, либо вот это вот масло. Но я как заметила ещё в каких-то там малюсеньких микро... По-моему, вместе с котом, который там где-то откуда-то выпрыгивает. Это такое на телефон, что ли, снимала ли ещё на Соньку фотик. Я там рекламлю Ашановское подсолнечное масло каждый день. Оно хорошее, реально масло. Мне очень понравилось. Но я тут... Мне как бы не надо особо масла. Но что-то я так увидела. Думаю, что бы нет. Оно по скидке. Надо взять. Магнития у нас была по 89, по-моему, оно. Я его тоже тогда купила, потому что у меня масло как раз заканчивалось. У меня там Альтера оливково-подсолнечная. И вот теперь полторы, наверное, бутылки вот этого будут. Так. Я себе купила рисовую муку, про которую уже говорила в ролике. Не то чтобы вначале, но где-то тут. С пудов. Для лапши, сладкой выпечки, блинов, хлеба. Честно, я не помню, почём она. Чек у меня где-то там. Мне что нравится на этом пудове. У него стабильно какие-нибудь рецептики. Ну, и мне не только на пудове. Была ещё какая-то другая, другой какой-то фирмы мука. И там тоже какие-то рецептики. На каждой пачке я какой-то свой рецептик. Тут у нас рисовые маффины. 150 грамм рисовой муки. 70 грамм сахара. 100 грамм сливочного масла. 2 яйца. 1-2 грамма соли. 6 грамм разрыхлителя. 1 грамм ванилина. Я не знаю. Вот так вот, наверное. Ну, если вам интересно, просто напишите в комментах. Я потом засниму. Просто сфотографирую и скину на страницу канала. Возможно, попробую сваять. Вообще, я хочу сваять тупо ещё немножко лапши, как я уже говорила. У меня тут хортика была открыта. Ну, в смысле, окно. И было, когда солнышко. Сейчас уже солнышко нет, но, в общем, короче, холодно сейчас тут. В общем, вот то, что рекламер дал Горбуткин. Доширак действительно написано, но я не обращала внимания, что там именно Доширак. А мне всегда казалось, что это что-то другое. Чан рамен. Суто. А дальше не читаемое. Традиционная корейская лапша с приправами. После приготовления. Ну, и тут что-то такое. А, способ приготовления 5 минут. Тут сварить, что-то такое сделать. В общем, меня слегка знабит, потому что холодно, блин. 120 грамм. Она была что-то по скидке 42, что ли, рубля. Я увидела, думаю... Я сначала вспомнила, что я увидела вот именно такую картинку в Ашане. Думаю, надо поискать. А тут увидела, думаю, она ещё по скидке была. Ну, что бы и нет. И ещё. Там ещё была чёрная. Она что-то раза в два дороже стоила. И я как-то не рискнула эту чёрную. И пакетик потолще был. Вот эта 120 грамм. Тут 110 грамм. А та была что-то 200 грамм. Я помню, что Горбушкин говорил, что там две каких-то меняемых, а две каких-то полный тренгец. Вот я не знаю, это относится к той, про которую Антоний говорил. Лапша для варки. Чиз-рамён. Изысканный сырный вкус. У нас ценится 110 грамм. Вот такой вот. Он 46, кажется, был рублей. Или 49, что-то такое. Брус подаётся с бульоном. В общем, если у меня сейчас дрожат лапы, то они дрожат исключительно, потому что, блин, холодно. И вот эта штука меня не спасает. Ну и ещё, да, забегу вперёд. Я делала на днях тут заказ на Озон. Мне тут внезапно Озон закинул баллы, которые можно было использовать только в ближайшие два дня. Второго, кажется, закинул четвёртого. Они сегодня, то бишь, четвёртая списываются. У меня там 146 баллов, что ли, осталось. А я на один гель алоэ всё засматривалась. На самом деле, мне тупо надо было гель алоэ. И думала, какую фирму взять. Вот ту, которую хотела, не было в наличии. Ни на Вайберисе. Тот ролик я всё никак не смонтирую. Хотя 31-го заснятый уже. И даже скинутый на ноутбок. Нет, они... На Озоне ни у Хулики, короче, не было. Ещё что-то такое покупать. В общем, ну, как-то много всего посмотрела. Читала отзыв, посмотрела состав. В итоге остановилась на какой-то фирме. Я, честно, не помню, что там за фирма. Но там 200 рублей. У меня обошёлся тюбик в 200... Фу, вместе 200 миллилитров или 200 грамм. Что-то такое. 200 рублей. Алоэ гель. Плюс ещё там паста корейская, которую я давно хотела. Но что-то меня то отговаривали, то ещё что-то решала. Думала, что бы и нет. И, как я поняла, раньше было можно бонусами спасибо оплатить до 99% покупки. Теперь чуть меньше. Максимум, ну, чуть меньше половины, с учётом, что, допустим, 100 рублей – это доставка, да, и 300 рублей – сам заказ. Вот так, если грубо говорить. И вот 150 рублей можете оплатить бонусами спасибо, а доставку же платите отдельно. Как-то вот так. И я что-то в итоге думаю, да ну нахрен списывать. Если они не полностью не списываются, только частично, платила чисто картой. И в итоге там вот сейчас можно... Раньше было на базу выдачи минимальный заказ 500 рублей. Сейчас у меня вышло намного меньше за счёт ещё этих бонусов. Плюс доставки. У меня что-то на 400 рублей оно всё вышло. Ну, вот сам вот этот заказ. Если считать, что я 100 рублей оплатила доставку этими бонусами, то вот сам заказ у меня на 400 рублей где-то вышел. И что-то я вроде там зелёная часть ценча заказала. Хотела сначала марципан. Там вот эта моя любимая марципановая буханка стоила 79 с чем-то. В атаке она стоит 74 с чем-то. Ну, грубо говоря, там 80 рублей, тут 75. У неё срок годности до 23 августа 100 грамм. Ну, я что-то так... Сначала я хотела заказать буханку, там, думаю, блин, она будет съезжать, её надо будет есть. А тут увидела, я даже не подумала, думаю, заказала я её или не заказала. Чё ж я там такое заказала-то, помимо крема и пасты корейской. В итоге вот я купила себе марципан. Так что вот у меня такой опять слегка болтливый, местами негодующий, уже, правда, негодовала я в этот раз не на кого-то там, а чисто пожизненно обзор. Ну, в общем, кто оселил, всем спасибо. Всем пока, ну и всем адекватных служителей, хотелось бы сказать закону служителей, вот этих вот мастеров, типа, не знаю, как их там, работников служб, помощи гражданинам, которые опекают или заключают контракты на обслуживание определённых зданий жилых. И, соответственно, вроде как должны помогать человеку, ну или хотя бы принимаешь вызов и выполняешь свою работу, а не хамить, орать, унижать, оскорблять или всё, что угодно, только не по делу. Вчера вообще отказались помогать, я так вспомнила, как помню, на механке что-то у меня случилось, затопливали батареи, это топительную систему, я говорила про такую тему, один человек под Питером живёт, другой человек жил в Питере. И вот оба, и он, и она офигевали на меня, что такое, как это бывает. У нас вот чисто на механке отопительный сезон, да, затопляют батареи этим теплом, и надо сливать воздух. И вот надо было сливать воздух, и написали там объявление, что типа, если у вас будут какие-то проблемы, позвоните по такому-то телефону, и мы приедем вам, сольём воздух. Я позвонила по такому-то телефону, ко мне приехали, нахамили, ничего не сделали. Второй раз позвонила, приехал менее адекватный или более адекватный, не знаю, короче, такой же буйный молодой человек, может быть, старый человек, просто он так выглядел, как молодой человек, либо позиционировался, как молодой человек. Короче говоря, приехал чувак, вроде как слегка слил, но не закрыл кран. И, соответственно, стала капать вода, я вызвала ещё раз, ко мне приехали, сказали, да я сейчас тебе вообще батарею оторву, обложили меня матом. В результате я попросила соседа, и он мне совершенно за спасибо, но мне неудобно было, там монетку выдала, как он сказал, на сигарету, да? Типа да, совершенно за спасибо, мне закрутил всё как надо. Причём человек как бы не профессионал, с этим никак не связанный, но вот у нас, я так поняла, что перемены места жительства, обслуживание не меняется, отношение к людям тоже. Кстати, я потом узнала, что сигареты относительно той монетки, что я выдала, стоят намного дороже. Ну, как бы я ни курю, не знаю, вообще. Ну вот, вот так. Вот теперь точно, всем пока и спасибо, если вы до конца, совсем до конца досмотрели. Смотрите. Смотрите.